Ой-ой-ой, Санечка, Санечка, роднички, родушечки, снимаешь? Санечка, снимаешь? Камеры, штативчики, объективчики настроили, Санечка, да? Всем привет, вы на канале Против Лома, и сегодня мы начинаем наш бомбический, топовый, межгалактический, межпланетарный, межсеверополюсный суперконтент-видео, межконтинентальный. В сегодняшнем ролике, как вы поняли, пойдет речь о пневматическом оружии, разрешенном, все по закону. Перед началом этого ролика призываю вас не повторять, это опасно, мы профессионалы. Все, то, что вы увидите, пистолет пневматический, пистолет, пулемет пневматический, все разрешено. Сегодня приехал дорогой гость с ютуб-канала 715 Тим, из Калининграда блогер-миллионник, Рома Хорс, правильно? Да. Вот. Специалист очень по пневматическому оружию и так далее. Вы можете перейти на его канал и посмотреть. Специально прилетел сегодня ко мне в гости на канал Против Лома. Перед началом ролика призываюсь подписаться на канал, написать комментарий, распространить это видео, поставить лайк, посмотреть предыдущие видео и следить за новыми видосами. Такой специалист приехал, последний раз повторяю, 715 Тим, ютуб-канал, миллионник, Рома Хорс. Сегодня поснимаем видео про оружие, не повторять, все легально. Вот. И сейчас будем делать обзорчик. Поэтому мы начинаем. Итак, всем привет. С вами Ютуб 715 Тим, канал. Я пришел в гости к очень хорошему знакомому. Решили мы отснять, понимать. Это пистолет-пулемет Терекс, пневматическая копия пистолет-пулемета Кедра. Она стреляет одиночным автоматическим огнем. Вот такая тема. Все стреляет, как положено. Ну и решили также отснять обзор на пневматический пистолет Макарова МР-54К. Чуть-то обзорчик. Посмотрим, как оно выглядит. Копийно. Насколько копийно. Например, вот этот пистолет-пулемет отличается от боевого прототипа только тем, что предохранитель. Он же переключатель режима огня не справа, а слева. То есть все отличие от боевого образца. А также у него настоящая сталь хорошая. Все как положено. Ну не дюраль, в общем, да? Нет, не дюраль, не силумин. Веселумин, это классная пушка. Можем вот сейчас бахнуть. Опа, подожди, еще раз давай. Можем автоматическим огнем. Ни хера себе бахнуть. Ишь, три попадания. Очередью. Раз, два, три. Это были одиночки. А это с автоматики. Ну да. То есть вот такая тема хорошо для хардбола подходит вообще. Например, для собачек, если вас они атакуют. Ты сейчас мне оставь, я тоже шмальну. Ну давай. Сейчас бахнем. Вот тут такая убитища и тачка к нам поставлена сюда была. Так так складывается, раскладывается. А, вот, да, кстати, это важно. Пойдем в тень немножко отойдем. Сейчас у него открытый прицел. А когда раскладываешь, у него диоптер. Вот он. Ага. Диоптерический. То есть вот такая тема. А где переключатели автоматические и одиночные? Вот это внизу автоматика. Это одиночка, это предохран. А, ну то есть на предохранителе? Сейчас он на одиночке. Сейчас на предохране. Ага, я понял. Так что вот такая тема. Да, вот это вот. Он заблокирован? Вот так ее нажимаешь. А, нажимаешь, да? Потому что здесь такая, смотри, ложбинка. Ага. А здесь вот она, как бы вот она. Вот этой штучкой ее блокируют. Херомонтир. И она, да, не поднимается. То есть вот такая тема. Вот. Решили мы такой видосик небольшой запилить. Вот. Приехал я. Они сейчас делаются такие еще? Нет, уже давно не делаются, не производятся. Ну-ка вытащи этот магазин. Ну, тюнингуются как положено все. Все тюнется. А сколько зарядов в обойме? Здесь конкретно эта маленькая обойма на 30 магазин. А есть больше? Есть на 40. Этот на 30, а есть на 40, да? Еще на 40. Есть, делают самопалы, бубны такие здоровые, барабанные. Магазины, то есть можно херачить, как это. Можно перевести его на воздух. То есть он будет с большого баллона херачить без конца. То есть вот такая тема. Ну, как-то так. Разбирается просто, но не будем ее разбирать, ладно? Ну да, смысла нет. Это видосов полно на ютубе. Так что. Вот такая штука. Давай, попробуй шмальнуть. Давай, попробуй. Так, он на предоохране. В данный момент и ставил, да. А как ее разблокировать обратно? Вот эту жмем. А, сбоку тут, да, короче? Да. Это одиночный, да, человек? Если ты выставил, да, среднее положение. Можно бутылку найти, попробовать. Давай бутылку, да, хорошо снимаем. О, есть! Будет сейчас вам бутылка. Вот сюда прям вставь. А я сниму. Не повторяйте опасно, еще раз призываю вас. Мы профессионалы. Человек в армии служил. Сойдет. В российской армии. Такс. Сейчас попробую. Снесет ее. А ты что, модернизировать еще будешь? Да, буду модернизировать, перекидывать переключатель огня направо. И допиливать, чтобы у него автоматика работала как можно лучше. Он немного косячный. Все, бьет прям. Зашла вовнутрь. Вот с одного патрона. Нет, нормально. Слушай, нормально так работает. Вот она зашла вовнутрь и находится внутри. Да. Прилично такая вот. Попробуй. Это все пневматика. Это же все разрешено получается. Да. Попробуй автоматикой. С автоматикой бахнуть. Очередь. Я спорт стрельбы. Ну, для плитинга не на большие расстояния. Вот автоматика. Смотри, у него отдача небольшая. Его надо держать получше. Нет, что-то это не... Не-не, на нижнюю, на нижнюю выстави. На самый низ, да. А, я понял. И держи. Ну вот, не... А, значит, он подостыл. И поэтому... Понятно. Ну, нормально. Слушай, крошит бутылку. Подостыл баллон? Подостыл. Подостыл. Ему надо отдохнуть. Так, подожди. А патроны сейчас посмотрим. Мы просто... Сейчас как бы небольшой обзор такой. Его надо доводить до ума. Так что... Нет, есть патрончики еще, кстати. Там, если что, в конце подшипник 5-миллиметровый. Его можно спутать с пулей. Немного залипает. Но это без доработки. Потом будет нормально. Прям так пихай, да. Так, еще где-то я видел один шарик. А, все. Да ладно, хоть так. Ну да. Так, он сейчас подостынет, да, по идее? Ну, ему надо, да, согреться. Так, а сейчас, ладно, покажем. МР-654К пневматический. Пистолет тоже, ну, вот. Это было ранее на канале. Это тоже твое. Так-с. А мне хочется вот тут кнопку нажимать, как знаешь. Есть такие рукоятки, которые сбрасывают магазин. Пневматика, абсолютно. Для спортивной стрельбы, естественно. А больше и не надо, правильно? Можно так же от песиков отбиться. Все, вот он взводится. Раз, вот так оно делается, да. Ну, от песиков, не от песиков. Ну, для спортивной стрельбы чисто мы... Ну вот, а вот это вот, смотри, прицелы, вот это все, это... Это, как его, флюроминс, короче, светящийся краска. Это в ночи, чтобы, да? Да, в ночи она будет светиться и... Ну, в общем, у тебя все пневматическое, это для спорт-стрельбы. Спортивная стрельба. Да. Для экономии. Человек, между прочим, является кандидат мастера спорта по спортивной стрельбе. Вот, из пневматического оружия. Ну, ладно, сейчас не об этом. Ну, вот такой, значит, пистолет. Все, влежащий. Заружейной стали, как положено. Продает все, открыто в доступе, правильно? Да. Ну, естественно, в любом магазине, то есть, оружейном там и так далее. Все, это у нас понятно. Вот такой пистолетик. Ну, тоже вот баллоны тут, получается... Вставляется баллоны. Вставляется баллоны. А сколько зарядов? 13? Да, 13 пуль. 13 пуль, да? В магазин, да. Где-то 70 выстрелов с одного баллона выходит. Вот, как, значит, получается. Ну, слушай, вот по поводу... Как это еще раз? Это пистолет-пулемет Терекс. Копия кедра боевого. Ага. Пневматический. Да, для истории пистолет-пулемет Кедр был придуман в 60-е годы, но не сделан. Сделан он был в начале 90-х, только после развала. Видишь, дело в том, что я почему-то мало верил в мощность вот этого вот, вот этой всей истории. Но, даже я тебе хочу сказать, я не ожидал, что будет... Баллон, наверное, подсогрелся, можно попробовать. Сейчас попробуем одиночными. Ну, или одиночными давай. Это хранитель, убираю. Попробую сейчас автоматику бахнуть. Сейчас, подожди. Потрону, надо хранить, не закончили. Тут не определишь, честно говоря. Он некоторый залипает, тебе его дорабатывать. Да, это все будет делаться. Сейчас попробуем. Попробую приклад открыть. С прикладом, если с автоматического... Это ты клавишу отжал, об этом, и она выплевывает все разом. Продуем. Да не обязательно, он их и так выплюнет. Ему пофигу? Конечно. Нашел? Да, держи-ка. Давай. Все. Выплюнет с песком. Попробуй, может, тут чисто на раз осталось. Так подставлять его? Да, 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 так. Если что, подбей. Может, он автоматику тебе разок выдаст? Да, давай. Не. Не выдает, не хочет. Ну ладно. Капризная штука. Все, они кончились, похоже. Так, автоматику. О, о! Нормально, слышишь? Да. Патроны закончились. Когда она перестает, это значит охладился баллон. Да, да. И вот такая тема. Не, ну чего я тебе хочу. Его на воздух будет перевод, и он будет стрелять как положено. На-ка, попробуй ты, сейчас пусть чуть-чуть подостынет вся эта история. Вот так вещь антуражная, классная. Да. Да, и мы как бы ведем съемку не из населенного пункта. Да, патроны кончились. Да? То есть, вот видите, то есть тут просто промзона, гаражи и так далее. Здесь никого нету, никакого народа, поэтому все безопасно абсолютно. Вот, что тут у нас сейчас посмотрим. Искали это место с дрона. Да. Тут никого вообще в округе нет, поэтому все безопасно, четко и нормально. Да, мы профессионал, не повторяйте. Тут специалист в армии служил, российской. Очень профессионал. Так, что тут мы? Бутылку давай посмотрим. Ну, что осталось? Да, хорошо, крошат, доработать. Вот бутылка такая, вот таким образом. Горлышко сразу отсекло. Нормально. Все. Так, ну что. В общем, вот так. Чермет. Да? Что на этой ноте будем делать? Ну, давай ты подводи итог еще раз. Подводить к концу. Вот эта вещь хорошая, берите. Название. Название. Пистолет-пулемет Терекс. Калибра 4,5 мм. Копия. Пневматический. Да, это пневматика. Так что берите. А по стоимости, примерно, если новый бы сейчас, он же не продается, да, получается? Раньше они примерно 8 тысяч стоят. Сейчас БУ 15 тысяч. БУ 15. О, во, во, выдает. А еще. Да. Блубэк есть, как видели, затвор взад-вперед двигается. То есть, такая тема. Ну и что, с вами был. Подожди, а МР-654К? 654К, к сожалению, без блубэка. Ну, вещь антуражная. Это сталь. Это оружейная сталь. Ему ничего не будет. Пневматический. Ничего не будет. Абсолютно. То есть, это не сегодня. А по цене? Цена, если новый. Он сейчас продается, кстати? Не мой тюнячий. Вот этот стоит сейчас 25 тысяч. Новый. А новый около 10-8 тысяч обойдется. Почему? Это сновья. Ага. То есть, именно новый МР-654К. Вот этот, да, он БУ, но он тюнинный. Его оценка стоит на 25 тысяч рублей. Ага. Ну, я его не продам даже за 50. Он мне дорог, как танеть уже. А эту вещь я доведу до ума. И она будет бахать чаще и лучше. Да, глянь, баллона-то еще хватает, в принципе. Можно два магазина спокойно ошмалять, в принципе. То есть, спокойно. С одного баллона? Да, баллона он оставляется вот сюда. А, да, кстати, вот. Ну, а еще он поройдет сейчас, только не на меня. Все? Ну, можешь выкрутишь баллон, посмотрим. О, все. Все. Выкручиваем. На камеру. Да, сейчас выкрутим. Баллон умер. Вот он. Еле пшикнул. Да, если как бы вот только из такого, как бы, пневматики даже стрелять, то только обязательно в ненаселенных пунктах, чтобы не было никакой опасности для окружающих и так далее. Все должно быть безопасно и легально. Так, на. Ясненько. Значит, это вот. Это вот. А это чермет стоит. А это стоит у нас чермет. Понятно. Так, ну что, в общем, давай подводить. Ну, по итогу. С вами был канал 715 Team, Рома Хорс, с города Калининграда. И с ним был канал Против Лома. Подписывайтесь, ставьте лайки. Кому не нравится, ставьте дизлайки. Но не надо. Так что, будьте добрей, подписывайтесь. Да. И комментируйте. Все. Прощаемся. Прощаемся. Всем пока.